И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямой эфир на Укрл.ФТВ. Как мы и обещали вам в предыдущем интервью, у нас в студии замечательный человек, востоковед, политолог, политический аналитик Елена Галкина. Вот я, прежде чем начать наше с ней интервью, и даже, Лена, здравствуйте, поздороваться по-настоящему, по-хорошему, сразу хочу сказать, что я вот для Елены, она редко к нам выбирается, я для нее тут столько вопросов написала, что вот сейчас мы просто затравочку такую небольшую сделаем, и я вот сразу хочу анонсировать большое интервью с Еленой Галкиной во вторник, вот мы там покопаемся во всех по-настоящему там восточных делах, ну и украинских, наверное, тоже, так? Лен, а сегодня у меня к вам очень простой, наверное, и легкий вопрос, да, собственно, что тут, куда Украине двигаться-то дальше, вот мы как-то так, вот многие вещи за последнее время пришлось переосмысливать, причем на всех направлениях, и я думаю, что в ближайшее время мы столкнемся и с внешними и внутренними факторами, которые, может быть, даже радикально заставят нас посмотреть на то, что происходит в стране, радикально имеется в виду, как там в Польше, Кома-Гридеш, да, как-то так оно было, да, Украина. Вот вам этот вопрос и адресуем. Вы знаете, действительно вопрос очень важный, и мне кажется, что он в обществе назрел. С кем я не разговариваю, начиная от водителей такси и продавщиц, и заканчивая политическими экспертами и политиками, все чувствуют, что происходит что-то не так. Ну, это видно и по уровню недоверия к власти, в целом и государственным институтам, и к отдельным личностям, да, к отдельным политикам. И вроде бы то, с чего начиналась эта революция, уже давно забылось, и, по крайней мере, политической элитой. Все слишком много говорят, а те лозунги, с которыми они выходили и избирались в 2014 году, начиная с Петра Алексеевича Порошенко, уже нигде не звучат. В частности, та же самая децентрализация, например, с которой он шел на выборы. Речь шла ведь не о финансовой децентрализации, прежде всего, не о перекладывании социальной ответственности на регионы с правом, там, закрывать училище, да, или закрывать училище, закрывать школу. То есть, вот у вас некий бюджет и распоряжайтесь им, как хотите. Не хватает на это, ну, значит, это нам не нужно. Конечно, тогда речь шла о децентрализации административной, управленческой, которая, как мы видим, до сих пор не случилась. И более того, по моим наблюдениям, напротив идет некий откат и даже последние инициативы, которые касаются вот принятая недавно судебная реформа, точнее, вот эти одиозные изменения в кодексы. И те законопроекты, которые выносятся на рассмотрение типа усиления роли национальной гвардии, они, конечно, имеют значительно больше аналогий с северным соседом, который у себя все это уже сделал несколько лет назад, не так быстро, поступательно очень. Вот, но, например, те полномочия, которые сейчас авторы законопроекта от Народного фронта хотят передать национальной гвардии, они были в ходе ряда последовательных законодательных изменений, начиная, если я не ошибаюсь, с 2010 года, вот, и по сей день, соответственно, переданы сначала российскому МВД, а потом часть из них передана так называемой Росгвардии, которая образовалась, как мы помним, после уже появления национальной гвардии в Украине, и которую возглавляет охранник Путина Золотов. Вот, и таких аналогий, к сожалению, становится все больше и больше, и в части запретительных мер, которые касаются и культурной сферы, и сферы коммуникационной свободы, и, собственно, сферы административной, и при этом мы видим огромную проблему, которая фиксируется, собственно, международными рейтингами. Я посмотрела, недавно как раз смотрела, индексы, которые делает Всемирный экономический форум, просто решил сравнить, как там вообще динамика по сравнению с 2014 годом. Вот, и Украина по большинству показателей падает. Падает она и либо практически не движется вперед, там, на один-два пункта в том, что касается административных барьеров, но самое главное, это катастрофическая ситуация с судебной системой, где Украина вот на данный момент занимает, на момент 2016 года, точнее, издание последнего этого индекса занимает, если не ошибаюсь, 139 место в мире, это, извините, 131 место в мире, это 9 с конца, в конце Венесуэла, вот, и Россия при этом по уровню независимости судебной системы, она находится сейчас выше Украины. Ничего себе. Выше, по-моему, пунктов на 20 или на, ну, да, где-то там 108, по-моему, или 109 место. Вот, и с этой проблемой ничего не делается. Более того, по рассказам людей становится только хуже, и это делает, в принципе, невозможным любые, любые нормальные реформы, какие бы ни были, какие бы ни были хорошей инициативой. Мы видим сейчас проблему с антикоррупционным судом, да, но проблема не только и не столько в нем. Есть Конституционный суд, есть Верховный суд и так далее, и все благие начинания упираются в вот это глубинное государство, в дикое сопротивление вот этого глубинного государства, в противостояние кланов, да, вот эта вот система, система сдержив и противовесов, здесь не между легальными, формальными органами власти, да, институтами власти, законодательной, исполнительной, судебной, а между кланами и группировками, которые пронизывают все эти, собственно, все эти формальные механизмы и не дают стране развиваться. То есть, на первый взгляд, конечно, ситуация выглядит жутко, честно говоря. При этом, ну, я проявила децентрализацию как отдельный пример, но есть еще множество лозунгов. Та же самая парламентская республика, о которой так много говорили на Майдане, кстати, сами участники Майдана. Где это? Это тоже вылилось в какие-то слухи о договорниках между блоком Петра Порошенко, народным фронтом, да, внутри коалиции. Это стало историей перетягивания каната. И после того, как, видимо, произошла, случилась какая-то договоренность, эта повестка полностью снята даже на уровне слухов. Между тем, как это очень нужная вещь на самом деле, и для европейской страны, каковой, безусловно, является Украина, для европейско-культурной традиции, с которой связана и украинская традиция политической культуры, если смотреть глубоко в веках, то, конечно, парламентская республика — это то, что нужно. Часто я слышу аргумент против, что во время войны нужна сильная власть, и сильная власть якобы может обеспечить только президентскую вертикаль, но мы имеем Израиль, который находится в состоянии войны с окружающими его государствами на протяжении всего периода своего существования. И мы видим, что сильный премьер-министр может быть гораздо более эффективен, чем вот эта полупрезидентская история, когда в самой системе заложены противоречия внутри исполнительной власти, которая опять же не дает двигаться стране вперед. Не нужно запрещать идеологии, за исключением человеконенавистнических. Должна быть общественная дискуссия. Пожалуйста, в том же Израиле есть очень большое движение за израстину, за государство двух народов, за два государства. То есть разные совершенно идеи присутствуют, обсуждаются среди университетской профессуры масса людей, настроенных, как бы у нас сказали, антипатриотически. Назвали бы пятой колонной. Да. Между тем, эти люди спокойно высказывают свою точку зрения, и она является предметом поля для дискуссии. Когда о чем-то перестают говорить, само явление очень опасно. Когда о чем-то перестают говорить, когда общество чувствует, что вот по этому поводу существует консенсус внутри доминантных сил, и говорить о чем-то очень опасно, да, это уже очень нехороший звоночек. Так вот, возвращаясь к тому, насколько это все катастрофично. Я думаю, что не катастрофично ни разу, конечно. Мы видим, что я, как вы знаете, сравниваю Украину с революционными процессами, так называемых революций достоинства, примеры которых мы видим в арабской весне. От арабской весны сейчас фактически осталась только одна страна, это Тунис. И если мы посмотрим на развитие событий в Тунисе, а их революции уже будет скоро 7 лет, то мы обнаружим, что те же самые проблемы, что и в Украине присутствуют, начиная от падения ВВП, которые смогли, я бы сказала, только остановить, но рост там очень маленький. Обратите внимание, войны там нет. Падение ВВП вызвано прежде всего, уже есть исследования по этому поводу, прежде всего оттоком инвестиций. В случае Туниса это туризм, конечно, это какие-то там иностранные проекты, которые просто сбежали после революции, потому что не понимали, что там будет. Не стали рисковать. А потом не пришли все-таки за 7 лет, да? Ну, кто-то приходит, но дело в том, что чудо-то тоже экономического не случилось, и не случилась дирегуляция, кстати, которую так ожидали, не случилась децентрализация, там же тоже был лозунг децентрализации. Все это происходит очень медленно. Например, принят прекрасный закон о местных выборах, точнее, не закон, а ряд законодательных актов, вот, но и эти местные выборы должны были состояться в декабре месяце. Их недавно отложили на неопределенный период, потому что тоже существуют кланы, между которыми нет согласия. В Тунисе до сих пор нет конституционного суда. Ну, нет его. То есть его раньше не было, да? И сейчас она. Да, и сформировать его не могут, тоже в силу каких-то определенных противоречий сильных. И еще один похожий момент, это, ну, можно сказать, что нынешняя коалиция в Тунисе похожа на украинскую. Там тоже есть свой народный фронт, его можно сравнить с партией Аннахда. Это люди, которые делали революцию, это исламисты. Ну, здесь народный фронт на, скажем так, патриотической, да, на, как мы видим сейчас, сползающей в такую этнокультурный национализм проблематики. В 2014 году не звучала этнокультурная проблематика. Она сейчас появляется на фоне того, что и все больше и больше. На фоне того, что люди не понимают, вот, вот, войдя во власть, получив эту власть, они не понимают, что делать. Экономика не работает, да, становится, в общем, все хуже и хуже, объективно говоря. Вот, чудес не случилось, соответственно, денег нет, есть необходимость в кредитах, есть обязательства перед МВФ. Вот эта история с евробондами, да, под дикие совершенно 7,5%. Вот, это же тоже нужно будет когда-то отдавать. И вот на фоне того, что очень мало что получается, и уровень общественного доверия все ниже и ниже, люди, значит, политики начинают вынимать из-за кромов повестку, в которой они себя чувствуют уверенно, и думают, что таким образом они консолидируют, видимо, свой ядерный электорат, своего избирателя, может быть, там, активистов, социально активных граждан. При том, что это ошибка, при том, что на самом деле в обществе нет такого запроса. В обществе нет запроса на тотальную украинизацию, например, языковую, да. Вот, и многих других запросов, нет активного запроса на запрет, как я говорила, в коммуникационной сфере, в сфере, там, культурного обмена и так далее. Но почему-то они думают, что это есть, ибо никаким, ну, нельзя по-другому это объяснить. Конечно, можно сказать, что таким образом создается белый шум, но эта проблема не решает. Вот, я наблюдаю, что люди действительно так думают, и дело в том, что здесь мы приходим к аналогии с Тунисом, да, когда Нагда, она, в отличие от Народного фронта, который был во власти только в составе коалиции, Нагда, собственно, руководила правительством, она выиграла первые выборы, вот, и она была доминантной силой после самой революции. И когда уже возникли эти проблемы, когда инвестор побежал, соответственно, денег нету, да, а революция происходила на фоне существенного, очень существенной безработицы, особенно среди молодежи. молодежь революцию делала, надеялась на открытие новых рабочих мест, оказалось, что это гораздо труднее, вот, вот, и Нагда, как исламистская партия вспомнила о том, что она теоретически разрабатывала всю свою полуподпольную жизнь, будучи ответвлением братьев-мусульман, вот, за что их гоняли, вот, за что они подвергались преследованиям, ага, мы подвергались преследованиям за то, что мы мечтали ввести, собственно, шариат, как основу права, и вот, они берутся за это, они взялись за эту повестку, думая, что консолидируют как раз свой электорат и выполняют обещания, выполняя обещания, и проблема еще в том, что за годы своей, вот этой вот достаточно маргинальной, подпольной жизни, они не разрабатывали, вот это системное видение образа будущего, конечно, выражение образа будущего, сейчас значительно испоганено, значительно испоганено путинскими политическими консультантами, но вообще само выражение-то правильное, вот, и непонятно, что они пришли, не имея реальной программы, они пришли, не зная, что делать с экономикой, что делать вот с этой децентрализацией, потому что, вообще, как ее проводить, если есть разные регионы, у них совершенно разное экономическое положение, есть бедные регионы, которым нужны дотации, есть богатые, которые говорят, что мы, а почему это вот у нас тут нефть добывается, а мы должны все отдавать в центр, давайте нам там столько-то процентов, и оказалось, что они не знают, что делать, они знают про шариат, они умеют про это говорить, и поехало. В результате, общество оказалось на грани раскола, даже не на грани раскола, на грани гражданской войны, потому что там шли огромные массовые манифестации, и причем со смертями, смертями светских оппозиционных деятелей, которые случились с промежутком в полгода, в 2013 году, и тогда как раз начался вот этот знаменитый диалог национальный, который возглавили две организации, это организация бизнеса тунисского и организация профсоюзов, проблемы в том, что они уже давно существовали еще предыдущим режимом, как относительно независимые институты лоббирования своих интересов, то есть профсоюзы могли устроить самую настоящую забастовку, не проплаченную кем-то, а там уже существовала структура своя, и Беналий воспринимал, кстати, эти профсоюзы, как один из элементов устойчивости общества, в чем был прав. И, собственно, вот эта вот бизнес-ассоциация промышленников, ремесленников и торговцев, она тоже имела опыт системного лоббирования своих интересов, системного отстаивания и диалога с государством. И вот эти неполитические организации взяли дело в свои руки и заставили стороны сесть за стол переговоров, заставили их подписать дорожную карту, наконец-то принять новую конституцию, которую два года до этого, там, парламент голосовал каждую поправку, каждую статью неведомо сколько времени, вот, и они заставили политиков ускорить этот процесс. Но сейчас мы видим, то есть, условно говоря, бизнес-элита, да, элита гражданского, гражданское общество профсоюза, это, безусловно, часть гражданского общества, вот, они приняли ответственное решение, что они хотят демократизировать страну, хотят, вот это, хотят демократии, хотят децентрализации, вот, и заставили идти страну по этому поводу, по этому пути. Понятно, что и в международной организации Запад помогал в разработке реформы, но без вот этого решения, принятого внутри страны, естественно, ничего бы не было. Сейчас, оказывается, спустя еще несколько лет, спустя еще 4 года после начала этого процесса, что недостаточно расписать вот этот механизм, создание механизма сдержек и противовесов, потому что остаются те же самые кланы, группы, которым и участники этого процесса, принадлежали участники этого национального диалога, вот, и сейчас, и нужно, оказывается, что-то делать с экономикой, и сейчас предлагается новый общественный договор по тому же самому механизму, чтобы, соответственно, элиты решили, по какому пути они все-таки ведут экономику, потому что Тунис сейчас, как государство, у которого после революции нет денег, кстати, в Египте, в Египте тоже после революции нет денег, несмотря на то, что там уже контрреволюция, что там власти, армии, все равно не дают, дает только МВФ под очень нехорошие реформы, эта ситуация одинаковая, что в Украине, что в Тунисе, что в Египте, требует чего? Требует сокращение субсидий дотации, сокращение зарплаты бюджетникам, повышение пенсионного возраста, ну, в общем, все по классике, да, и естественно, это вызывает противодействие, вот, и а вслед за противодействием идет задержка кредита. Очень знакомая история. Да, то есть, например, в Тунисе, вот, историю с снижением зарплат бюджетникам, категорически отказались поддержать профсоюзы, там, устроили по всей стране забастовки, да, Тунис не получил в результате, там, около 400 миллионов долларов, очередные, но, вот, и очевидно, что это не пройдет, да, не пройдет в том виде, в котором хочет МВФ, для того, чтобы просто отдать, чтобы просто отдали деньги, посмотрите, в какой стране мира структурно-экономические реформы, прошедшие по кальке, ну, по плану МВФ, привели государство к процветанию. А есть такие страны? Я не знаю таких стран, честно говоря. Вот. Максимум, что можно обеспечить таким образом, это какая-то стабильность на протяжении некоторого времени, и мы знаем, по примеру, в Латинской Америке, где в 80-е и 90-е годы очень широко применялись методы МВФ, вот, мы видим, что все это заканчивается большими народными восстаниями и приходом популистских режимов с совершенно непредсказуемыми последствиями, потому что Чавес пришел, собственно, на этой истории к власти. Вот. И изменения в Бразилии в сторону левоцентризма и в Аргентине, туда же, да, они произошли тоже на фоне предыдущих совершенно провальных реформ, которые сильно ухудшили экономическое положение населения. Вот. Но возвращаясь, значит, к, ну, вот сравнению такому Украины и Туниса, то есть мы видим одни и те же проблемы, но в Тунисе есть институционализированные, собственно, есть институты, которые отстаивают, хорошо работающие институты, которые отстаивают интересы рабочего класса, наемных работников, есть институт защиты интересов бизнеса, вот, и они реально работают. И они как раз могут взять на себя ответственность, внутри себя сначала договориться и потом вынести что-то, какие-то требования, выдвинуть требования политикам, и политики должны прислушиваться к этим требованиям. В Украине таких институтов нет. И это проблема наследия, конечно, постсоветского пространства. Все-таки, да, Тунис это государство, которое в части гражданского права развивалось в русле кодекса Наполеона, потому что было французской колонией, вот, Украина была частью Советского Союза, где все институты гражданского общества были фейком, как известно, включая эти профсоюзы, да, и, соответственно, фейком они остаются до сего момента. То есть, должны быть какие-то, должны активироваться какие-то другие силы, которые смогут поставить власть перед фактом, что, ребята, общество не согласно с тем, куда-то вы не туда ведете страну, общество считает, что действительно не туда, и как-то нужно это решать. Вот, каким образом эти силы будут зарождаться, и тут еще проблема, насколько прогрессивны они будут, то есть, у нас есть, в Украине есть социально активные люди, которые готовы выступать за вот эту антикоррупционную повестку и повестку демократизации, это вот так называемые еврооптимисты, инициативы реальных деят, и они собираются, ну, Саакашвили, в общем, тоже за это, да, вот, и вот вот эти вот группы, которые собираются 17 октября провести митинг по поводу антикоррупционных судов, пропорциональной избирательной системы, и что-то у них третье там еще было, но не важно, вот, и, соответственно, вторая социально активная часть, это условно, штаб поддержки блокады торговли с оккупантами, и у них повестка, ну, собственно, другая, я не знаю, эта повестка отвечает запросам общества, то есть, то, что та история, которую делает вот эта вот еврооптимистическая группа, она объективно отвечает потребностям страны, вот, что касается штаба блокады торговли с оккупантами, и вот этих организаций, которые будут тогда же, по-моему, 17-го числа протестовать против закона о, вот этого законного продления закона 14-го года о Бордло, вот, и против легализации, как они называют это, легализации минских соглашений, то тут несколько другая история, я думаю, что и люди искренне стремящиеся помочь своей стране, знающие ситуацию на фронте, и знающие, ну, собственно, постоянно думающие о том, как выйти из этой ситуации, как ее решить, мне кажется, они нашли какой-то не очень правильный выход, потому что в рамках вот той внешнеполитической ситуации, в которой находится Украина сейчас, Петр Алексеевич Порошенко будет на их фоне выглядеть миротворцем и, собственно, наиболее адекватным представителем политикума, с которым Запад, в отличие вот от этих, да, с которым Запад понимает хотя бы, как вести переговоры, и которые хоть на словах, но что-то обещает и понимает, что, и артикулирует, хотя ничего не делает, что на Донбассе живут граждане Украины и как-то нужно возвращать их души, вот, и вот из этих двух историй я вижу, что это вот, что это живое, что там участвуют не только и не столько депутаты, не депутатами это движется, вот, что эти две истории имеют поддержку в регионах, может быть, из них что-то вырастет, да, но, может быть, скажет свое слово бизнес все-таки, и та инициатива Сергея Тарута, которую он пытался осуществить в конце 15-го, начале 16-го года, по, ну, такому объединению вот крупного бизнеса, да, объединению крупного бизнеса, с формулировкой какой-то политической повестки, то есть мы готовы играть по одним правилам, мы видим развитие страны так-то, так-то, да, вот, мы обещаем больше не воровать, условно говоря, да, но от политиков ждем вот этих вот единых правил игры, вот, то есть для того, чтобы решился этот вопрос, нужна институционализация, конечно, что институционализировать, мне кажется, есть, но посмотрим, как это выйдет. Лена, спасибо вам огромное, вот давайте это оставим как затравку, и так оставляем этот вопрос, пишите нам, докторника, что мы можем институционализировать вот в этих процессах, и вот присылайте, мы зададим эти вопросы, это хорошая такая затравка для вот нашей будущей дискуссии. Итак, мы будем ждать Лену Галкину во вторник, во сколько, Лену, анонсируем, во сколько сразу? Ну, во второй, давайте в два, тогда в 14.00 во вторник встречаемся и продолжаем этот очень важный для Украины разговор. Спасибо большое, что были с нами, Лен, спасибо огромное, и встретимся во вторник. Спасибо.